серьезно не было велосипеда ну ладно ладно что павел хаснули как всегда у нас в этой рубрике основатель проекта science доброе утро павел сегодня всемирный день истероидов не сегодня завтра с чем связан этот праздник зачем праздновать день истероидов они же падают связан он мы чуть-чуть попозже поговорим почему он именно в этот день потому что 30 30 июня 1908 года к нам прилетел тунгусское чудо и появился день астероидов и появился в честь этого вот оно что это считается праздник или наоборот это не праздник это событие это событие которое послужило толчком будем так говорить к эпохи изучения астероидов вообще в принципе к интересу к тому что существуют такие явления наверняка тунгусский метеорит же не первым в историю естественного на много чего падала потому что много открытий после этого да естественно день астероида послужил принятию вот организации объединенных наций конвенции о так называемое внимание при лечении внимания всемирного астрономического сообщества к изучению астероидов и поставлен план в ближайшие 10 лет ну точнее это был поставлен еще в пятнадцатом году ближайшие 10 лет довести количество изученных астероидов до ста тысяч он так называется hundred x то есть сто тысяч астероидов изучить надо нужно изучить а что там изучать вот вы за эфиром упомянули так что пока они летят все остальное что на них было сгорает остается одно железо оно примерно все равно все одинаковое по составу там чуть-чуть отличается сгорает это уже когда они метеоритами или метеорами становится когда они входят в атмосферу земли тогда они сгорают а соответственно пока они перемещаются в космическом пространстве они не изменяют наоборот они может даже нарастают потому что они задача это изучать их там космосе изучать их в космосе потому что у нас есть за марсом соответственно целый пояс астероидный в котором их огромное количество летает они все разные разные конфигурации разные по плотности и так далее и соответственно нужно понимать какие из них могут представлять для нас опасность то есть которым какие могут к нам что в итоге долететь какие соответственно просто вот существует интересно есть технологии которые позволяют определить вот вот летит у нас есть новый метод помог российским астрономам изучить два приближающихся к земле астероида до сих пор спектрополяриметрия вот ты спрашивал про метод спектрополяриметрия никогда не применялась для изучения этих потенциально смертоносных тел а теперь вдруг применилась почему и что это такое то есть если бы тогда когда челябинский метеорит летел эта штука работала то есть мы бы знали об этом или нет мы мы почему мы не смогли предвидеть мы вообще нам очень трудно вообще предвидеть какие-то небольшие тела космические приближающиеся к нам это считается небольшой ну да небольшой вот мы когда будем говорить про тунгусский там мы скажем что такое большое дело вот значит а что касается основной части того что до нас долетает это всякая мелочь то есть это булыжники там в пределах там метр может даже меньше и соответственно пока они идут по атмосфере они полностью фактически сгорают то что падает это как обычно маленький какой-нибудь камушек просто и все ну или там не меня за сколки естественно когда когда он взрывается в воздухе это массивное и достаточно явление так вот те же самые метеориты и метеоры они к нам периодически поступать то что есть целые метеоритные дожди обычные метеорные дожди которые можно наблюдать там вперед наибольшей вот этой активности и к тому времени когда они соответственно приближаются к земле ну то есть обычно они никакой угрозы нам не представляют но иногда случается что каменюга какая-нибудь попадает побольше или она там не догорает и у нее ли у нее другая плотности она соответственно достигает поверхности земли может в воздухе взрываться и порождать вот такие вот явления данный метод спектрополудрометрии он позволяет изучать будем так говорить дистанционно структуру астероидов то есть видеть насколько у них сложная поверхность и прогнозировать как они будут соответственно при вхождении в атмосферу это такой сканер на дальние расстояния можно так сказать то что можно анализировать допустим из примерно хотя бы из каких веществ он он состоит и вот конкретно два астероида были исследованы которые были уже известны проверены другими способами из чего они состоят ну то есть они там оптически исследовались и вот спектрополудрометрия показала что это достаточно точный метод и фактически стопроцентно соответствует другим методам и то есть мы можем при помощи этого метода теперь прогнозировать все теперь они будут им пользоваться ура да но теперь можно быть один один хорошо мало того что мы предскажем о чем будем делать чтобы нас не прибило это каменюга ну то есть это все фильме армагеддон ну то есть само собой методы тоже как бороться с опасностью они разрабатываются но хотя бы если мы можем предвидеть уже мы можем убежать мы можем рассчитать то траекторию и предотвратить хотя бы воздействие продолжаем разговоры у нас в студии напомню кандидаты медицинских наук научный популяризатор павел хаснов специалист по всем вопросам просто любопытный человек много знает это хорошо так вот мы сегодня в честь предстоящего всемирного дня астероидов разговариваем про астероиды и метеориты уже поговорили про тунгусский про челябинский а тут вот и есть свеженький ученые университета обнаружили в липецкой области вблизи города елец первый фрагмент метеорита размером около трех сантиметров сотрудники лаборатории в настоящее время ведут поисковые работы на месте возможного выпадения метеоритного дождя в центрально-черноземном районе тоже опять же рядом с городом что-то там да 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 ну то есть был был метеоритный дождь 21 числа и утром один из объектов достиг поверхности земли и и вот чем интересна эта новость тем что быстрая такая достаточно находка то есть в течение недели обнаружить это считается быстро для метеорита конечно то есть быстро быстрое нахождение было благодаря тому что у нас начала внедряться система такой так называемый болидные видеофиксации то есть расставлены камеры очень многое которые постоянно регистрируют вот такие явления и то есть можно таким образом примерно определять куда летит метеорит по всей по всей планете расставлены камеры или нет они они естественно болидная сеть она будет всемирная в итоге будет они расставлены то есть повезло что именно метеорит упал туда где уже есть это стечение обстоятельств насколько неизвестно нас вроде вот системы сетки они построены были еще да но только у нас не было соответственно такого оснащения ну то чтобы я имею ввиду чтобы можно было им палки построили а теперь прикрутили к ним камеры чтобы теперь можно было теперь есть возможность уже видеофиксировать и в том числе для опознавания нло насколько неизвестно они были построены просто для опознания естественно не в стратегических целях да что-то там летит и вот мы должны это все зафиксировать тебе бы очень хотел чтобы это было конечно конечно но значит он был не очень больших размеров до метеорит это никому вреда не причинил да конкретно конкретно этот объект он был каменным то есть не железный метеорит и каменный уже установили то есть это что упало три сантиметра в диаметре но тем не менее 3 сантиметрика и это видео зафиксировали слушайте действительно повезло когда он взрывается это достаточно громко потому что он летит там со скоростью 14 метров в секунду а то есть не заметить не могли да это достаточно то я уже думаю так как камушек в речку я не удивлен пошли мы когда магним магним этот самый серый там все это чуть-чуть вы еще хотели павел вернуться немножко тунгусскому метеориту значит ну как я сказал уже ровно 110 лет назад 30 июня 1908 года произошло событие у нас в районе под каменной тунгуски упало тело на сибирь значит достаточно большое то есть его размеры неизвестно точнее дошло оно до земли если какие-то осколки или нет потому что до сих пор ничего не найдено вот хотя ведутся поиски по-прежнему исследователи туда ездят значит ну то есть это север красноярского края нынешнего тогда это была енисейская губерния тело предполагается что было размером от 50 до 180 метров и вывод как у человека науки можете предполагать где она она могла взорваться просто и разнести его могли она точно взорвалось это было в воздухе и его разнесло скорее всего просто на мелкие мелкие частицы если особенно она была не железным тем же самым каменным или там каким-нибудь силикатным или еще что-нибудь то есть она просто могла сама превратиться в пыль но сила взрыва вот именно там по-моему до сих пор лес не установился до конца в некоторых в некоторых местах там действительно есть то есть тот очаг над которым он взорвался там действительно ну там видно кольца выжженного леса то есть непосредственно тем местом как раз растут а вот вокруг концентрическая окружность где он взорвался там осталась такая условно говоря воронка но она не в не углубление конечно но вот от того места которое было повержено под воздействие тогда если он превратился в пыль чего ищут там нет ну может какие-то осколки и остались все таки может быть опять же пыль 110 лет да то же самое пыль так нет они они никуда не денутся то есть она за 100 лет она никуда не денутся но мы-то все-таки ищем 100 лет и так до сих пор найти не можем ну это собственно глухие места если бы более посещаем и тогда бы было проще хорошо что они не были более посещаемых потому что никто не пострадал ну да ну хотя некоторые лунице было очень много да некоторые утверждают что двое ивенков там как-то пострадал у местных жителей но не подтвержден у нас есть пара минут чтобы отвлечься от космической темы и сделать такое нет нет как это посвящено энциклопедия здравого смысла да минутка развеяния всяких мифов вот есть такой миф сахарный диабет у матери может способствовать развитию аутизма у детей значит он не совсем миф значит действительно сахарный диабет ум помочь у матери причем всех трех типов сейчас известно три типа сахарного диабета сахарный диабет первого типа который имеет наследственную предрасположенность будем так говорить сахарный диабет второго типа который возникает в результате в основном неправильного образа жизни и ожирение и третье типа это гестационный диабет который развивается в течение беременности так вот новое исследование подтвердило что все три типа сахарного диабета могут способствовать возникновению у детей во время внутриутробного развития могут способствовать развитию заболеваний или расстройств аутистического спектра но напрашивается какое-то большое но но напрашивается вот в чем что ну во первых должна вестись профилактика то есть к этому внимание самое главное должны четко понимать что основная часть сахарного диабета которая развивается у людей она развивается именно в связи с образом жизни то есть с перееданием чаще всего с ожирением вы клоните к тому что беременным нельзя обжираться сладким до и до беременности и при планировании беременности и во время беременности дело не в сладком а именно в ожирении я еще раз утверждаю что сахар сам по себе и сладкое оно не имеет отношения к возникновению сахарного диабета как такового а имеет именно отношение тот каскад процессов которые возникают в организме при ожирении избыточной массы тела вот худеть всем надо срочно не худеть а придерживаться нормальной массы тела нормального индекса массы тела о котором быть гармонии говорили индекс балансе высчитываем и все будет хорошо спасибо большое наш научный о консультант я придумал новое слово универсальное да павел коснулин был у нас в гостях спасибо спасибо вам